привет привет от старых щеблет не знаю стоит ли снимать на внутреннюю камеру или так хотел рассказать историю про пацана поприветствовать от старых щеблет всех рабов и героев нашего времени почему-то мне так вспомнилось когда получил профессию нужно было напрягаться но понимал что последний шанс и ценил как бы что это время в школе потом приходишь работать за хорошие деньги сравнительно то есть в округе настолько не платят плюс у тебя нулевой стаж и то есть это для тебя как бы ну такой карьерный ход но приходишь ты туда работать вот за два года вот два года допустим делал профессию ускоренном виде и два года отработал там то есть пока там делал профессию допустим какие-то болезни там прогрессировали как-то держались на месте но ты старался как бы сам себя в уздечке держать понимал все это твоя ответственность тебе нужно иметь чистую свежую голову и нужно туда приходить и в общем этим заниматься и там получается и мотивация была что если сдашь экзамен там получишь денежку и но самое главное что профессия и мотивация была в общем и это как бы одна смена но в общем приходишь ты работают за хорошие деньги и тебя заставляют потом ну перерабатывать причем даже если тебе это как бы и не надо если тебе даже и зарплаты хватает а потом за эти переработанные деньги если ты хочешь деньгами получить то с тебя потом ну забирают налог хотят и потом тебе не то что налог возвращают хотя по идее должны вернуть первая группа это самая такая возвращают потому что больше берут как они еще говорят ты доплати нам дорогой там за год там шесть-семь тысяч назад вот таких плане чувства вот как будто ты продался в рабство то есть ты приходишь туда и работаешь там неделю потом приходишь ну с понедельника по пятницу приходишь в субботу работаешь там до 12 и понимаешь что воскресенье просыпаешься и понимаешь что все тебе уже завтра на работу а если это ночная то ты должен воскресенье вечером уже идти и если ты работал шестую ночь то получается у тебя вообще какая-то ерунда ты отработал в пятницу ночь с пятницы на субботу и все а воскресенье вечером тебе опять нужно заходить ну в общем окна наверху помещение в таком как будто бы как но точно как в тюрьме окна наверху то есть и там как по аквариуме в таком сидишь и везде люди везде взгляды и в плане то есть все же контролируется компьютером сколько ты отошел сколько ты пришел сколько ты сделал раз сколько раз крутила машина сколько она стояла и так далее и сам ну непосредственный начальник который может тебе там знаю что ты после ночной смены спишь и позвонить и решать какие-то вещи ну организаторские которые в принципе ну нужно решать ну совсем по-другому ну никак не звонками своему подчиненному может у подчиненного паника начнет еще мне звонят там с работы да и вообще имеешь право не брать рук я так что лучше не брать ну в общем как то так это по сравнению с тем что сейчас пацанам приходится просто круглосуточно без смены там сидеть и только вопрос часу пока возьму часов я также все таки все несправедливо кто-то кому-то удается вырвать свою свободу и он переходит там с погонями с вертолетами с дронами приходит границу хотя в принципе все эти ребята ну они понимают прекрасно что они за украину они не обязательно ну как бы они понимают что страна сейчас делает все чтобы выжить и тем самым берет себе жизни их ребят хотя вот смотрел передачу там парень не дошел не дошел он до до фронта он на учениях командование как-то холодно отнеслось ну не сказали что рпг заряжены и в общем остался слепым а другой вообще умер то есть происходят какие-то ну и казус непонятный ну и плюс европе вот эти вот айпп ведь неужели вот я никогда не поверю что все таки дураки а если все не такие дураки то уже давно бы было бы все немножко по-другому давно бы пришли бы повязали всех это так контролируемый house моя теория забыла всем добра и мира скоро выйдут истории про пацана с продолжением как он не хотел описать как это у нас где ему было как его этот судья порвал перед тем судом что он уже знал что туда не встретите без адвокат но я вам скажу пацана в жизни получалось много раз что вроде кажется происходит с ним что-то экстремальное вроде бы даже ну на первый взгляд плохое ужасно да а потом это ему вылазит что он например выходит я не знаю со стократной прибыли из этого всего то есть получается он каким-то образом находит себе ну другую дорогу другой путь он оказывается лучше эффективнее и пацан достигает гораздо больших высот так бы из казалось бы типа там было бы счастья до несчастья помогло вот после скандала со шпионажем эти змеи опять повыползали наружу посмотрите старая алкашка курица и это они называют себя правыми и националистами вообще ничего короче не имея общего с этим пойдут ли они так защищать свою родину против московской орды как пошли украинские националисты слава украины героем слава слава нации и смерть врага про красного бычка именно историю про пацана в общем начнем с того что пацан уже по малолетке успел получить условный европе и этот условный ну просто каким-то чудом там было два года на три года он каким-то чудом он выдержал три года чтобы не попасться точнее там даже он он попался но под самый конец и каким-то чудом суд одного города не поднял ему условно вот так и дал ему по моему еще условный и отработки часы то есть как ну вроде бы как бы сидеть но эти часы можно от отработать или заплатить деньгами или если у тебя нет денег то тебе дается возможность отработать причем отработать дали пацану именно на стадионе там 1 1 футбольной команды которая сейчас в первой лиге находится вот и и в общем уражился пацанчик дальше и в один день ему удалось что удается редко кому ну редко таким дуракам удается сделать но пацанчик короче это это умудрился сделать он ему он ехал на метадоновую программу сейчас лирическое отступление чтобы просто понять что он условный получил потому что он быстрее чем он научился идти на метадоновую программу когда он подсел на героин он быстрее научился воровать в парфюмерном магазине и было такое время где он вообще не не получал не социал нигде не был прописан ни оттуда деньги не получал тут такого в германии ну как бы не бывает обычно не должно быть и потом его конечно же именно на полиции допрашивают что типа ну где ты жил за что вот сразу наворачивается история о том как он попал вообще в эту криминалку тогда что он сделал там с парфюмерии с чеком и что было за комбинация ну не только он ее отрабатывал а потом ему пришлось ну посмотреть там то есть полицейские не могли понять то есть вроде пацану этому можно короче две комбинации там пришить примерно он подходит под описание а там еще таким занималась ну может быть там группы три может быть человек пять там разных местах у них там где-то может быть случаев было восемь может быть пять что такое делали в разных магазинах но уже не похоже уже не похоже что этот парень и получается значит что этот парнишка умудрился два раза попался за бесплатный проезд по пути как он ехал на методонную программу и потом когда он возвращался на тех же самых контролиров опять нарвался это все в трамвай а в германии такое дело что если ты не платил штраф тебе могут и суд сделать даже за один проезд а если ты больше трех раз попался это уже тебе плати ты штраф не плати это по-любому на тебя уже будет заява в суде и тебе тебя уже будет как бедное разбирательство за это то есть тут с этим срока там поэтому они сразу и место жительства все проверяют и в общем он попался получается что это уже ему записали на суд потому что у него уже были свои три раза за которые у него это самое в общем все его это у него суд и там идет судья ну на букву на начинающуюся фамилию на начальную букву фамилии на первую там идут судьи это которые при представлены каким-то фамилия вот и когда-то подстанчик возвращался на каких-то ходняках от судов каких-то быстрых вот этого автамина и он ехал на велосипеде и вот так вот качался специально просто чтобы он ехал один на улице просто чтобы почувствовать поделать силы когда-то когда-то когда человек ворачивает на велосипеде его немножечко так и наносит просто играл все так же надо а у него ничего не было чтобы сняться единственное что мы пацанчик дал там маленькую там спичечную голову вот и он не положил пачку циганета там назад было паран и вот он едет на велосипеде и полиции они находят 7 месяцев ну почему потому что у него тогда был отвертый суд это молодежь у него уже было очень много послужной список такой что вот так вот замечающую проделку там уже не дают ну и в общем его порвали и вот тот случай когда с поломанной ключицей это получается он уже знал что на эту буку будет тот же самый будет тот же самый судья и еще будучи на свободе еще будучи на свободе он пытался отработать часы того условно он находился на свободе и он поинтересовался у своего у него был адвокат он пошел с этим адвокатом он был адвокатом он был адвокатом Урора Керпитадзе, на самом деле это адвокат, вот этот пацанчик его воочию видел, когда исторический фюремен и слышал из первых уст, от барыг, которые заезжали уже туда, что типа у этого кто-то посмотреть дело стоит 5 тысяч долларов, кто-то просто посмотреть, ознакомиться с делом, это 5 тысяч долларов, ну когда там, что-то были евро, да, что-то уже евро будет, да, вот, ну это звездный адвокат, ну это тоже такой, или на суде, в общем, когда пацана судят, это вот глючицы, когда сломали ему глючицы, вот этот спортивный сумм, ну он такой, типа, ему слово дают, он такой, вот, там вот, я, я зависимый, там, да-да-да, этот его перевивает, ну ему не дает ничего сказать, всегда его, всегда выбивает, короче, его из калии, если его, короче, а что, давай, давай, типа, выкладывай, что-то, что-то, кому-то там хотел, что-то хотел сделать, у кого-то играл, может, ты нам расскажешь? Прямо при адвокате, всем добра и мира, не попадайте в такие ситуации, бон слайд.